Взаимно сказать тебе большое спасибо за многое, потому что, собственно, как я уже сказала, мир большой поэзии открыл мне именно ты. И, в общем-то, долгое время ты был моей музой. Вы знаете, я говорить не готовилась, но в процессе, вот пока мама читала стихи, у меня возникла одна мысль. Мы здесь многие заметили, что в стихах, в словах часто проскальзывают о том, что я не мечтаю, и какая-то, может быть, разочарованность, какая-то тоска есть. Но я, на самом деле, хочу что сказать. Как бы ты ни говорила и ни проскавала по бревности бытия, что, значит, все вот так, не мечтаем. Разгадки нет смысла. Да, 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 да. Вот как бы это все ни звучало, у тебя не получится. Поняла. Потому что, знаете, я не встречалась с описанием того, что я сейчас скажу. Это мое личное ощущение, что есть люди, которые как проводники. То есть они метафорически, если вот говоря, они как будто и корнями уходят в землю, и как будто, ну, как крышка приоткрыта, знаете, то есть полностью связь и сверху, и снизу, и люди, которые действительно проводят из себя что-то, что не присуще, что неуловимо, что невозможно описать словами. Вот это вот именно жизненная сила, я не знаю, там, я не знаю, ну, никто на самом деле не знает, как это назвать. Уходят и говорят, истинно называют. Вот. И ты один из таких людей, и как бы ты не печалилась о том, не тосковала о том, что все тлен, все уйдет. А вот этот вот поток, он чувствуется даже через трагичные стихи, даже через твою грусть. Ну, ты полюбишь эту жизнь, и ты приносишь скорее именно радость, свет, несмотря на то, что ты можешь говорить о грустном, все равно тебе, как бы не избежать твоей вот этой миссии. Нина, спасибо. И на самом деле... На самом деле Нина сформулировала одну интересную мысль сейчас, вот Игорь, наверное, тоже ее услышал. Вот. Есть много вещей в этом мире, которые очень трудно описать человеческими словами. Вот, наверное, поэзия — это, пожалуй, единственная попытка, кроме чистой науки. Но чистой науке не все удается описать, и поэзия — это, наверное, единственный способ описать эти вещи какими-то человеческими словами. Вот. Ну, прочитаю я одно стихотворение для завершения. Оно такое, может быть, странное немножко, но оно тоже искреннее. Это не любовная лирика, но это искреннее мое ощущение. Однажды, наклонившись над ручьем, я, рукавом коснувшись зыбкой глади и отразившись в образе своем, в свои глаза взгляну. Чего же ради я проживаю этот странный путь, почти без крыльев и почти что даром? Когда-нибудь я сяду отдохнуть, чтоб легкими усталыми втянуть пропитанную дымным скипидаром лесную влагу, хвойную зарю, ночные звезды терпкие, как запах земли полночной. Если догорю, а не растаю, если догорю я до утра, туман на мягких лапах меня оставит плакать над ручьем. И видеть, как из глаз внутри протоки струится бытие почти ничьё, и слезы расплываются на строке. Я буду видеть, как мои глаза сливаются с ручейным дном и льются, и каждый штрих, и каждая слеза, как колкая тугая стрекоза скользит соленой капелькой на блюдце блестящей родниковой пустоты. Я упаду и прорасту всем телом в горячий дерн сквозь землю в камень белый, и оживу, и буду жить, как ты. Я упаду и буду пить, как лань, из хрупкого расистого стакана речную душу, солнечную грань, покуда я не стану океаном. Глотая отражения свои в крустальной линзе чистого рассвета, покуда я не стану всей планетой, огромным сердцем маленькой земли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ